Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! Это Финам-ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Итак, очередной вечер, причем вечер, который принес нам сюрпризы, приятные, я надеюсь. Сегодня мы обсуждаем, что будет определять движение на финансовых площадках до конца месяца. Ну, естественно, не обойдет нашим вниманием и отечественный фондовый рынок. Но мне хотелось бы поговорить об этом с более широким взглядом, что ли, окинув ситуацию. И это мы сегодня с удовольствием, я надеюсь, сделаем с моими гостями. В гостях сегодня Николай Салабута, директор по управлению активами иминиционной компанией «Трейд Портал». Добрый вечер, Коля. Добрый вечер. И Иван Кабулаев, управляющий директор «Инвест-кафе». Добрый вечер. Добрый вечер. Очень рад вас видеть. Я это говорил и за кадром, и повторю это в эфире. Давно вас не было. Настроение? Очень хорошее. Очень хорошее. Николай? Ну, хотелось бы бабьего лета побыстрее. Подожди ты, подожди. С бабьим летом мы разберемся. В любом случае, нынешняя погода, она не сильно огорчает. Вчера солнышко было, сегодня солнышка нет, но все равно 20 градусов в середине практически сентября. Это нормально. Ну что ж, я рад, что настроение должное, и уж тем более, сейчас мы будем об этом говорить. Рынки в хорошем настроении тоже сегодня. Сегодняшний эфир наш с вами встречают. Перед тем, как перейти к информации с финансовых площадок, я хочу напомнить, уважаемые слушатели, вы имеете возможность позвонить в студию. Телефон прямого эфира. Код 495-6510-99-6. Это номер телефона. Звоните, задавайте вопросы. Либо этот вопрос, эти вопросы можете публиковать на сайте финам.фм. Ну что ж, и опять-таки традиционно начнем с того, что посмотрим на финансовые площадки, рисуем картину маслом. Ну и надо сказать, картина очень позитивная, очень позитивная, я бы сказал. Американцы открылись, открылись с большим гэпом. По СИПи практически процент, продолжается рост. Индекс Доу Джонса в моменте 13,230 уже, почти полтора процента прибавляет. То же самое, 1422, ой боже мой, стучится в закрытую дверь опять индекс S&P 500. В моменте практически так же, 1,3 процента. Ну о наших уже Настя сообщила. Наши радуются жизни. Они целый день стояли, там что-то, да, туда и все. И вдруг выстроили РТС под закрытие, 2,5 процента прибавляет. 1424 текущая котировка ММВБ также радуются жизни почти 2 процента. 1447. Нефть воспряла духом. Текущая котировка марки Brent 114 долларов, 15 центов за баррель. Золото сегодня, кстати, ну, буквально там 3-4, да, с утра сегодня. Она установила новый максимум, максимум трех месяцев и попыталась 1710 долларов за унцию сегодня отбить. Не получилось, сейчас корректируется. Ну и индикаторы валютного рынка не дают им покоя события, о которых мы, собственно, сегодня и будем говорить. Евро-доллар сейчас спускается ниже 1,26, 25,85 текущая котировка. Хотя он был сегодня настроен пробиться все-таки, да, куда-нибудь в район 27. Максимум дневной показал 26, в районе 26,50. Вот, ну, фунт-доллар, да, с ним вместе ходит. Показательным, по крайней мере, с моей точки зрения, то, что два дня подряд ожил евро-франк. Ну, конечно, да, если сравнивать с динамикой других валютных пар, жизнь в пределах 50 пунктов вряд ли назовешь бурной. Но, учитывая, да, его динамику в течение предыдущих полугода практически, где он вообще лежал на боку, да. Сегодня, как раз с утра, я помню, именно об этом задавали вопросы, разговаривали. Что случилось с евро-франком, боже мой, действительно. Ну, и не далее, как накануне, собственно, задания ЦБ, немножко порадовал динамикой пара доллар-иена. Она сделала почти фигуру, почти 100 пунктов. Ну, этому тоже есть причины, и мы о них тоже сегодня обязательно поговорим. Основной набор голубых фишек наших сегодня в положительной территории, ну, опять-таки, вот под закрытие уже. Вот, и прибавляют радостно МТС больше 2%, Сбербанк, ну, традиционно, да, где-то 1,2% у него, ВТБ 2% с лишним. В общем, все весело. Весело все, радостно. Какое все зеленое, какое все красивое, как пел один мультипликационный герой. Ну, что ж, давайте начнем разговор. Итак, я предлагаю, поскольку, опять-таки, да, раньше, накануне, вчерась, в частности, мы достаточно подробно обсуждали сегодняшние события. Основное событие сегодняшнего дня – это заседание Европейского социального банка по процентной ставке и дальнейшее выступление его главы, господина Марио Драги. Именно отсюда сейчас мы наблюдаем оптимизм, насколько он оправдан, насколько он долгосрочен. Вот об этом я хотел бы поговорить. А перед этим я для слушателей преимущественно, собственно, основные тезисы сообщу. Итак, прежде всего, заседание комитета по ставкам окончилось ожидаемо, ставка не была изменена, осталась на уровне 0,75%, и, тем не менее, ожидания ее снижения были, вот они, собственно, не реализовались. Это, кстати, в моменте так порадовало рынки. Вот непосредственно, да, в 15.45 по Москве вышел релиз, и рынки обрадовались тому, что ставку, да, ставку не снизили. Потом опять успокоились и стали ждать выступление Драги. Итак, основные моменты, на мой взгляд. Во-первых, господин Драги прогнозирует рост ВВП на 2012-2013 год. Он корректирует этот прогноз в своем выступлении, и выглядит теперь это так. Рост ВВП на 2012 год, ну, то есть на остаток 2012 года, снижение планировало 0,6%, Драги говорит, что снижение ограничится 0,2%. Это позитивно, да. А рост ВВП, ну, изменение, корректнее будет сказать, да, на 2013 год. Предыдущий прогноз специалистов Европы был снижение в 2013 году ВВП 0,4%, а теперь, внимание, господин Драги говорит, что в 2013 году ВВП еврозоны вырастет на 1,4%. Вот это да. Вот это мама не горюй. Прогнозы по инфляции тоже мне показались очень любопытными. На 2012 год, на остаток, да, диапазон 2,4-2,6%, прогнозирует господин Драги. То есть рост, да. А на 2013 год снижение и диапазон от 1 до 2,2%. И, кстати, он говорит об этом чуть позже, о том, что инфляция в 2012 году будет повышаться, а в 2013 будет снижаться. Это любопытно тоже мне показалось. Да, извините, я готовился, но, к сожалению, вот эти цифры меня немножко выбили из колеи. Мне очень понравилась одна из фраз в его выступлении. И я бы хотел ее вот как раз, упустила этот момент, вывести в заголовок, что ли, да, вот этого мероприятия. Господин Драги сказал так. От евро нельзя отказаться, он необратим. Звучало замечательно. Я прошу прощения. Коллеги, извините, я не даю вам сказать слово. Уже первая часть нашей программы заканчивается. По поводу евро и он необратим. Буквально два слова, Коля. Ну, это действительно так, евро необратим. И что самое интересное, я хочу сказать, то, что корреляция рубля с евро будет более заметна в будущем. И мы уйдем... Прямая корреляция. Да, прямая корреляция. И мы уйдем от доллара, и мы будем больше ходить вместе с евро против доллара, я бы так сказал. И это как бы знамение следующего года. И, так сказать, это будет показательный раз уход от доллара, это будет показательный на февраль-марс следующего года. Такой финт ушами сделает рубль. И в следующем году мы будем уже сейчас чувствовать более европейцами. А с чем это связано? Какая-то интеграция предполагается? С умами. С умами, да? Нет, это связано с умами, значит, от сумы и от тюрьмы, как известно, да? Но это плохой вариант. С умами, с нашими, да, или с умами наших руководителей. Вань, по поводу того, что евро не обратим, два слова буквально. Ну, все-таки он может быть обратим, но в текущей конфигурации это просто невыгодно никому. И сейчас нет политических лидеров, которые готовы были... То есть, это скорее такое политическое заявление, что, ребята, не переживайте, да? Да. Это такое самоуспокоение, скорее. Само, да. А тем не менее, проблемы-то есть, и о них пока нет какой-то таблетки универсальной, которая эту проблему может решить. Да, спасибо. Кстати, по поводу таблеток, ну, видимо, мы продолжим это в следующей части. По поводу таблеток в его же релизе, там несколько выступлений есть, да? По поводу начала скупки облигаций и целевых каких-то уровней придерживаться будут, не будут. В общем, поговорим об этом, послушаем новости и продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем разговоры о событиях на финансовых площадках. В гостях, напомню, Николай Салабута, директор управления активной инвестиционной компанией «Трейд Портал», и Иван Кабулаев, управляющий директор «Инвест Кафе». Коллеги, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Я вновь прошу вашего прощения. Я перетянул одеяло на себя, но мне показалось, необходимо все-таки, да, какую-то информацию дать нашим слушателям, чтобы дальнейшие обсуждения были для них, как минимум, понятны. Кстати, слушателям я напомню, телефон в студию 495, это код, и дальше 6510-996, звоните, задавайте вопросы, делитесь собственными мнениями. Также ваше мнение можете написать на сайте, адрес егофинам.фм. Еще два буквально выступления, две выдержки из выступления господина Драги, касаемо, собственно, запуска, да, ожидаемой программы по выкупу облигаций. Значит, следующая меня заинтересовала фраза, ЕЦБ будет сфокусирован на бандах сроком до трех лет. И, кстати, потом он пишет, что трехлетние облигации наиболее эффективны. Вот мне бы хотелось у вас. И еще один момент, для прямых денежно-кредитных операций мы не устанавливаем никаких лимитов, говорит господин Драги. Вот, ну, а все остальное так тоже достаточно звучит витиевато. Ну, по поводу, да, что евро не обратим, и еще одна интересная была тут. А, у нас достаточно признаков хрупкости еврозоны. Мне сразу представился звон бокала такой. Ну что ж, давайте начнем, Коль, если не возражаешь. Давай поговорим, вот, собственно, об этой программе, о которой долго шли разговоры. И в какой-то степени сегодня, ну, как бы, отмашка была дана. Хотя, опять-таки, да, наверное, ты согласишься. Ничего конкретного, ничего конкретного. Вот, сосредоточились на облигациях, да, в диапазоне одного до трех лет. Почему-то считаются, что они наиболее эффективны. Почему, кстати? Что ты по этому поводу думаешь? Ну, на самом деле, все программы, которые озвучил Драги, ну, тут он не сказал ничего нового, потому что не сказал ничего революционного. Он подтвердил те действия, которые он уже давно озвучил, и которые, так сказать, делает Центробанк Европы. И все это дело, вот, как Ваня сказал, нет универсальной таблетки, но все равно все эти действия, они лечат экономику еврозоны. И я просто хочу сказать, так сказать, немножко оппонировать Ване, потому что, да, нет универсальной таблетки, так сказать, есть проблема, но мы знаем совершенно, как сказать, в истории знаем такие вещи, когда проблема длится, там, веками, не просто, там, годами, а веками длится проблема. Проблема с долгом США, к примеру, да, висит уже, там, больше двухсот лет, тем не менее, там, так сказать, никто особо сильно не парится по этому поводу. То есть, все привыкли жить, да, с этой проблемой. Да, так и здесь, все будут, все, можно каждый год говорить, так сказать, о проблеме еврозоны, но, тем не менее, еврозона будет сейчас расцветать, у нее, так сказать, начинается период блаженства, да, потому что неограниченные возможности по выкупу облигаций, которые есть у ЕЦБ, он просто снимает все проблемы. Я повторю, ты всегда поражаешь меня своим оптимизмом, откуда ты его находишь, период блаженства мне нравится, да, все говорят о близкой кончине этого субъекта под названием еврозона, а у него период блаженства. Извини, продолжай. Ну, что я могу сказать, сейчас рынки становятся более глобальными, то есть, это некий этап развития капитализма. Раньше была концентрация и производства, и потребление в одной визаторе своей улики, ну, в стране, то сейчас все разделено, то есть, потребление и производство разносится по странам и континентам. Это некий новый этап развития капитализма, который, в принципе, мы очень хорошо начинаем осваивать. Извини, пожалуйста, я уточню, ты говоришь о том, что глобальный мир выглядит так, в одном месте производит, а в другом потребляет. Да, да. Вот здесь уже отходит, так сказать, вот сила государства из-за того, что мы там все производим, все номенклатуры, да, сила государства в этом, там, сила государства в том, что мы там все эти номенклатуры потребляем, там, это уже все, это уже... Прошлый. Прошлый, да, прошлый этап развития капитализма. Сейчас именно интеграция была, глобальная экономика становится. И здесь волей-неволей любая капиталистическая страна, она должна интегрироваться с другими странами. И, в первую очередь, конечно, соседи. И поэтому, так сказать, будет проникновение, так сказать, капитализма, ну, европейской экономики в Россию, российское сращивание, это все дело. Таким образом, масштабы европейской экономики сразу до Урала, там, может быть, и до Дальнего Востока, да. То есть, здесь, это уже видно, там, кстати, открытие немецких машиносборочных заводов в России, большими, так сказать, темпами идут. То есть, это... Вступление в ВТО, да, здесь поможет. Вступление в ВТО, да. То есть, экономика, и здесь, что получается, здесь взрыв, это самое, территории потребления. Взрыв в территории потребления сразу производится к взрыву, так сказать, производства, и, соответственно, с доходов от производителей. И, понятное дело, что этот механизм заработает в полную меру не сейчас. Но сейчас мы будем чувствовать полную эйфорию наступления этого блаженного времени. А мы это кто? Ну, население. Конкретно, можно венефицеров этого? Не, ну, как минимум, Николай Солову, да, Иван Кабулаев и Олег Дмитриев, я готов. Кстати, я не столь оптимистичен. Ну, ладно, уж вы почувствуете эйфорию. Я бы рад. Да, эта эйфория будет сейчас закладываться и, так сказать, в развитие, так сказать, ну, то есть, будут приниматься более объемные инвестиционные программы, будут расширяться предприятия, соответственно, увеличение штата сотрудников, уменьшение безработицы. Это опережающая скупка акций, то есть, это рост фондового рынка, то есть, ничем не подтвержденный фундаментально, да, то есть, вот Ваня, может быть, со мной здесь согласится. Нет, он будет спорить. Нет, но этот рост будет всего, как бы, всего. И, понятное дело, что в ожидании, там, дивидендов в будущем, да, вот такая, как бы, некий период эйфории будет, скорее всего, в ближайшее время наступит. И последний момент, ну, какой-то временной промежуток, в ближайшее время это сколько? А он уже все, он уже, как бы, он уже начался, то есть, мы, он еще только набирает силу, но, вот, как бы, он уже начался. И я бы это сказал не сегодня с выступления Драги, а, то есть, предыдущего выступления, когда он сказал, что у него неограниченный мантат по скупке облигаций. Я понял. Иван. Да, ну, тут по порядку, да, во-первых, 200 лет в Штатах не было долговой проблемы, просто это важное очень замечание. А, во-вторых, ну, долг Соединенных Штатов начал расти ровно после того, как они ушли от золотого стандарта, да, и стали, и стали сами себе печатать. То есть, как вступили в эту, в новую финансовую систему, да, последнюю вот в эту. Да, и именно, именно это и является кругольным камнем, почему американский долг это меньшая проблема, чем европейский долг, где как раз происходит так, что красиво живут одни, а платят за это другие. И те, кто живут красиво, они до сих пор все еще хотят продолжать жить красиво и не работать, да. То есть, что логично, мне кажется. Ну, по крайней мере, по-человечески это можно понять, но как инвестору мне это, конечно, не нравится, потому что это, ну, это вот замазывание этих проблем, это не излечение проблемы, а это вот принятие какого-то обезболивающего. И Драги и другие чиновники, которые периодически вот к этому больному подскакивают и дают адреналиновый укол в сердце, вот, рынки все вздрагивают, вроде как все хорошо, все замечательно, но фундаментально это не является каким-то основанием для роста. Это скорее удлиняет вот этот цикл между проблемой, идентификацией и ее решением. И, к сожалению, это плохо, потому что политически они преследуют одни цели, а экономически мы получаем все результаты, которые, к сожалению, получаем. А вторая плоскость, о которой говорил Николай, и тут я с ним, в принципе, согласен, Россия действительно недоинвестирована, в России серьезные структурно-инфраструктурные проблемы. Нет дорог, нет заводов, портов и так далее. По этой причине в том числе она и недоинвестирована. Абсолютно, да, да. И как бы этот маховик его надо как-то запускать, и действительно там государство предпринимает какие-то шаги, мы проводим Олимпиаду в Сочи, будем чемпионат Европы проводить. Наш президент летает с журавлями, я тебе хочу сказать. Да, а другой наш бывший президент, он, к сожалению, вот по последним новостям не смог проехать в Поволжье. Да, 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 завяз. В деревне, да, завяз. Вот, это мне чем-то напоминает какие-то совсем былинные времена, когда, ну, то есть как-то это вообще непонятно, о чем можно говорить. В 21 веке живут люди, да, и мы не проехали там в деревню какую-то, почему? Размыло дороги. Да, ну, то есть вот о чем можно еще говорить? То есть действительно нужна ли инвестиция? Представляете, вот это читает или слушает кто-нибудь в Штатах, там какой-нибудь тоже в глухой провинции, он говорит, боже мой, что это за Россия такая, у них до сих пор, значит, ужас чуть-чуть, извини, пожалуйста. Да, да, и сам Метатес, который сейчас вот на устах у всех, в который вложили больше 20 миллиардов долларов, там государство чуть меньше дало, но квази-государство в виде вроде как частных компаний дало остаток, вот, ну, и там какие-то частные инвесторы, наверное, были. Вот, решает ли это, нужны ли инвестиции? Да, нужны. Решают ли они проблемы? Пока не очень заметно, что они эти проблемы какие-то решают. К сожалению, часто очень за счет того, что российская экономика не развита, мы решаем какие-то локальные, точечные, обезболивающие тоже принимаем. Опять напоминает лоскутное одеяло, сколько мы сегодня уходим в лубок, да, вот лоскутное одеяло, здесь подшили, здесь подшили, все равно холодно, потому что здесь дует, здесь дует. Абсолютно точно. Давайте, Коль, Коль, подожди, секунду, у нас есть звонок, Владимир на связи, давайте послушаем его вопрос. Владимир, добрый вечер, говорите. Добрый вечер. Такой вопрос, вот еще до Джейксон Холла, да, золото уже, ну, консолидировалось, уже началось. Рост. Вверх, да, пошло. Ну, причем, даже оно пошло чуть позже. Конец пятницы, конец пятницы, 1700 был конец пятницы, закрытие пятницы. А, я имею в виду, чем пошла информация, что, как его все время путают, Геращенко, а, Сорос, Сорос, по-моему, переложился, ну, переложился в это. Чего вы путаете? Говорка по Фреду. Из акций в это, значит, золото. Но он, по-моему, не в золото, там, ETF, что ли, что-то такое-то. Ну, естественно, он наверняка не монетами. Ну, я сам-то не верю вот в конспирологию, но товарищ явно знал, наверное, что все-таки, даже не Бернанке скажет, но что Драги точно, значит, объявит. Товарищ вы имеете в виду какой? Сорос? Да, 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 он знал уже, вот в этом вопрос, ну, как бы, можете прокомментировать. И почему, ну, золото, собственно, даже после того, как Бернанке не сказал, все равно поперло вверх-вверх, и уже даже не останавливался, не боялась, что Драги может сказать что-то другое. Понятно, спасибо, спасибо, Владимир. Вопрос понятен, я надеюсь, да, Коля, Ваня? Значит, ну, во-первых, идея вот этой некого управления, да, финансовым миром, некой идеи заговора, конспирологии, да, кто и что. Ну, давайте не будем, как бы, заниматься шоу-бизнесом, да, давайте цифрами. Давайте. Ну, точнее, не цифрами, а здесь более серьезными выводами. Дело в том, что раньше говорили о том, что золото ходит в контртренде с фондовым рынком, и если фондовый рынок падает, золото растет, то сейчас он наблюдается ровнообратно. Золото падает вместе с рынком и растет вместе с рынком, и это уже как бы стал какой-то рыночный инструмент. Его начинают сравнивать с нефтью, потому что нефть растет, фондовый рынок растет. С чем это связано? Это связано с тем, что потребление золота стало в промышленности довольно-таки высоким. Довольно-таки высоким потреблением золота в промышленности. Многие говорят, что это связано с Apple, то, что он использует микросхемы с золотым напылением, а его телефоны и iPad хорошо продаются. Но неважно, с чем это связано, золото стало промышленным металлом, и теперь оно начало ходить вместе с рынком. Рынок растет, золото растет, рынок падает, золото падает. То есть, если раньше золото это актив убежища, то теперь это актив реальный. Да, это реальный актив, и поэтому то, что Сорос переложился в золото, он, скорее всего, сделал вывод, что потребление гаджетов, ну, Apple сейчас в 12 сентября будет объявлять iPhone 5, то сейчас будет всплеск на производство гаджетов, и, соответственно, будет спрос на золото, и как промышленный товар будет расти. Ну, это нормально. Ну, а вот то еще, о чем спрашивал Владимир, да, что золото падало на ожидании вступления, пардон, растло на ожидании вступления Бернанки, это с чем связано? Да, по-моему, там и рынок рос. И рынок рос, да. Ну, то есть, можно говорить о неких спекулятивных там движениях в рамках там полтора-два процента, об этом, ну, сложно это эти движения привязать к каким-то таким вещам. Хорошо, давайте новости послушаем, потом продолжим этот разговор. Добрый вечер, уважаемые слушатели, продолжаем разговор на Финам.ФМ, программа «Сухой остаток», меня зовут Олег Дмитриев. Собственно, разговор у нас сегодня серьезный, прервались мы на новости, говоря о золоте. Надеюсь, что многим нашим слушателям разговор этот будет интересен. В гостях у меня сегодня Николай Салабута, директор по управлению активами медицинской компании «Трейдпортал», и Иван Кабулаев, управляющий директор «Инвесткафе». На всякий случай, напомню, телефон в студию. Звоните, задавайте свои вопросы, делитесь собственными мнениями. Телефон 495-код 6510-99,6, сайт финам.фм. Итак, мы отвечаем на вопрос нашего слушателя по имени Владимир, который интересуется причинами роста золота последние как минимум две недели. Одна из них, ну, Николай свою точку зрения озвучил, да, одна из них связана с тем, что золото перестало носить функцию, валюты убежища, да, и там активы сохранения капитала, а стало просто реальным активом, который растет вместе с рисковыми активами, с инструментами рынка фондового, с сырьем, да, с нефтью, сейчас параллельно все это дело. Вань, твое мнение? Ну, вопросов, на самом деле, было два, про мировую закулису и второй вопрос про золото. Ну, Николай, видишь, он сразу отмел первый вопрос, он говорит, я ерундой не занимаюсь, про мировую закулису я говорить не хочу. Хотя это очень интересно, кстати. Нам надо отдельно передачу все-таки, я знаю, да, программу этому посвятить. Есть ли серые кардиналы? Да, да, да. Ну, на самом деле, просто я хотел бы, это коррелирующий такой вопрос, мне просто кажется, что крупные игроки на этом рынке, особенно такие агрессивные инвесторы типа Сороса, которые там уже себя показали именно как люди, которые могут сами двигать рынок, просто у них очень большие лимиты, большие возможности, вот, и они, грубо говоря, заходя на рынок или выходя из него, могут сами двигать собой рынок. Причем даже такие рынки, как Форекс и другие, которые там максимально капиталоемкие, конечно. Ну, и известные, да, в конце прошлого столетия, как, да, Сорос победил Банк Англии, уронив фунт там. Да, и заработав миллиард долларов на этом деле. Вот, а отвечая на второй вопрос, по поводу золота, является ли золото промышленным, конечно же, является промышленным, и, на мой взгляд, ну, там, исторически такое было, и таким активом и было. А другой вопрос, что сейчас с развитием производных инструментов на золото, у нас вот доля реально обеспеченных, там, контрактов на поставку золота или других каких-то инструментов, она сильно уменьшилась по сравнению с производными от производного от производного. Да, 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 да. ЭТФ и другие подобные фонды, они позволяют вкладываться в то, чего вообще ничем не было. Ну, вот ты цифру хорошо же за эфиром говорил, озвучи ее тоже. Да, то есть, по некоторым данным, на одну унцию реального золота приходится 10 виртуальных унций, 10 виртуальных контрактов, вот, и вот это соотношение, там, меньше 10% чем-то обеспечено вообще, вот, оно как раз, это, как бы, доля, она сильно уменьшилась в последнее время, то есть, растет вот этот пузырь на пузыре, вот, то есть, и тут действительно очень похоже на нефть, которые тоже ничем не обеспечены, и контракты на нефть, фьючерсы, они торгуются вообще в отрыве от реальных поставок каких-то, от реального спроса уже, вот, и это исключительно монетарный такой инструмент, куда люди и банки, и инвесторы вкладываются просто для того, чтобы проспекулировать, и там, и перестают вкладываться, если ставки растут. Ну, это исключительно монетарные какие-то причины, вот, они, скорее, не связаны с, я далек от мысли, что это связано с реальной экономикой каким-то образом, и с реальным потреблением каких-то реальных физических объектов, будь то золото, серебро, платино или что-то еще. Кстати, одно из доказательств этому является то, что, например, с платиной история так не развивается, она не такой популярный инструмент, и ее доли, вот, реальные платины и реальное потребление в экономике сильно выше, чем золото, и поэтому она не так сильно галлопирует. Да, не так сильно раздута, конечно. Да, Коля. Я хотел просто добавить по поводу, тут сейчас, наверное, у слушателей возникнут вопросы по поводу, что почему как-то на один, кстати, грамм, на одну унцию приходится, а здесь эти у виртуальных, откуда это происходит? Дело в том, что произвести, сгенерировать вот этот ETF, может любой из нас, то есть придя на биржу, открыв счет, завести на счет деньги, и продав фьючерсный контракт на золото, соответственно, мы сразу имитировали вот эти виртуальные унции в оборот, в биржевой оборот. Вы продали что-то, да? Да, мы уже что-то продали. Мы что-то продали, да. Фьючерсный контракт у нас просто на счету блокирует гарантированное обеспечение, то есть какую-то часть денег на нашем счете только блокируется, никуда не списывается, ничего, но уже в обороте, в биржевом обороте появились вот эти унции, которых на самом деле нет. Да, которых нет, отсюда и появляются вот эти виртуальные унции по сравнению с настоящими. Абсолютно согласен, да. Я хочу, кстати, добавить одну вещь интересную. Есть еще один фактор, который на спрос на золото сильно влияет. Это высокая цена на нефть, рост благосостояния в арабских странах, где традиционно золоту особое внимание уделяется, и рост благосостояния в Китае. И таким образом растет спрос на физическое золото, используемое в ювелирной промышленности. И, кстати, доля золота, которое используется в промышленности, она сильно уменьшилась за последнее время по отношению к доле, которая используется в ювелирной промышленности. Один из, тоже монетарный какой-то фактор, который влияет на потребление. Не, ну здесь хотя бы понятно, здесь о реальном активе уже, ну в смысле о реальном металле идет речь. Не о воздухе, о котором мы сейчас говорим, а о металле реальном. Ну что же, спасибо, очень интересно, ответили мы на вопрос Владимира, давайте продолжим. И вопрос у меня следующий уже к вам, уважаемые коллеги. Как вы думаете, ну в сфере последних событий, что будет определять движение отечественного фондового рынка? Ну, можно не заморачиваться на отечественном рынке, потому что в любом случае мы в связке ходим, это понятно, да? Так вот, что будет определять движение на финансовых площадках до конца текущего момента? Я читаю сейчас, я читаю вопрос, у нас опять Владимир. Да, у нас опять Владимир. Ну давайте, может, человек переживает, он хочет уточнить свой вопрос. Давайте еще раз его послушаем. Владимир, говорите. Да, еще раз. Я хотел сказать, да, понял, что это больше промышленное, да, золото у нас стало. Ну, а вот, насколько я помню по новостям, я это не отслеживаю, но медь более промышленный, да, металл. Но он так не рос, и, можно сказать, совсем не рос. Или я ошибаюсь? Нет, вы не ошибаетесь, вот вам даже закивал головой в ответ сразу. Это очень хороший пример. Вот, спасибо, если можно так... Да, конечно, спасибо, Владимир. Да, Вань. Ну, это вот как раз подтверждающий фактор. Никель, медь, вот эти все промышленные, абсолютно промышленные металлы, они как раз свидетельствуют о том, что ETF на них не так сильно популярны. И они вообще являются как раз функцией вот спроса на эти металлы и на рост промышленности в Китае впервые. Ну, то есть они, будем говорить, они реальные, да, и это то, что можно потрогать руками. То, что, грубо говоря, без пузыря. Без пузыря, вот. Коль. Да, я согласен. А в золоте это пузырь, причем, я добавлю, если позволите, все-таки золото, еще раз, исторически мы называем неким психологическим, что ли, да, психологическим активом, который может сохранить капитал. Да. Именно здесь вот эта доля спекулятивная как раз и добавляется, то есть вы свои деньги, вы не пойдете покупать медь, не пойдете покупать, да, алюминий, не пойдете покупать ничего-то, а вы, говорите, дайте золото. Потому что, ну, что бы ни случилось в этом мире на планете Земля, да, исторически так сложилось, вот, этот актив имеет какую-то абсолютную ценность. И отсюда этот пузырь, потому что его на Земле-то не так много, в основном это воздух. Ну, да ладно, это не так страшно. Значит, продолжим, еще раз я озвучу вопрос, уважаемые коллеги, давайте поговорим о том, что же будет определять движение на финансовой площадке до конца месяца. Ну, напомню, есть много событий до конца месяца, наверное, на них мы будем смотреть, ну, учитывая, что сегодняшнее выступление практически рынок отыграл уже, я думаю, что далеко он не пойдет. Нет, ну, я не соглашусь, что он далеко не пойдет, как бы тут лодку начали раскачивать, мы целый месяц находились в довольно-таки узком коридоре. Ну, больше, наверное, все лето практически. Да, все лето. И теперь, под конец там лета, нас начали раскачивать, стали движение более размашисто идти, таким образом готовится выход из этого коридора. И если выход из этого коридора, так сказать, состоится, то, так сказать, движение будет, как бы, то мы пойдем больше, чем, нежели ты говоришь, отыгран, дальше не поймем. Нет, мы пойдем дальше. То есть, и будем отыгрывать, отыгрывать и отыгрывать это движение. Ну, вот, как бы, такие мысли. Ну, я понял твои мысли, и тем не менее, смотри, вот мы, да, лодка раскачивает, безусловно, ну, на языке трейдерском, да, волатильность бешеная. Особенно, вот, сегодня, вчера, вот, в преддверии завтрашнего, завтрашней статистике по рынку труда Соединенных Штатов Америки, да, в 16.30, уважаемые слушатели, напоминаю, будет статистика по новым рабочим местам вне сельского хозяйства. Естественно, все это, конечно, вот создает это движение, о котором говорит Николай, лодка раскачивается. Но, сейчас мы приближаемся, я смотрю на наши индикаторы, там, РТС, МВВ, приближаемся к верхней границе этого летнего диапазона. Поэтому, хватит ли силу рынка, чтобы пробить его вверх на сегодняшней новости, или нужна новость завтрашняя, которая, извините, да, я попытаюсь, так сказать, какую-то цепочку продолжить, которая, ежели завтра выходит хорошая статистика, кстати, сегодня ADP, да, предварительный индикатор рынка, он вышел сегодня, мама, не горюй, там что-то больше 200 тысяч новых рабочих мест. И дальше логика. Завтра выходят такие же паролсы. Как на это реагирует рынок? Он говорит, вау, он говорит, вау, ну, рынок всегда так говорит. Он говорит, вау, экономика штатов-то развивается, она, вон, восстанавливается. Какие, нафиг, эти, как, количественные смягчения, они никому не будут нужны. И что мы видим? И мы видим движение к нижней границе диапазона, а то и выход вниз. Согласен, нет? Нет, я не согласен, я считаю то, что по поводу, рынок уже смирился с тем, что не будет QE3, это уже заложено в ценах. От федрезерва QE3, да? Да, от федрезерва. То есть, реально, так сказать, уже никто не надеется, что QE3 будет, и, так сказать, уровни мы походим гэпами. То есть, таким образом, мы подходим к верхнему диапазону, на следующий день мы открываемся выше и погнали. Без всякого отката, просто, там, кстати, как самолет или там ракета, вот так проходятся уровни. А по поводу QE3, еще можно сказать то, что, с одной стороны, рынок, все инвесторы уже привыкли к тому, что QE3 не будет, а оно будет. Потому что Драги, ой, извините, Драги, Бернанги и его комитет, они живут старой статистикой, так сказать, ну, усредненной, и которая говорит, что, типа, оно нужно. Запаздывающий. Да. И, таким образом, с одной стороны, мы уже не надеемся на QE3, и все равно растем, а потом еще плюсы QE3 нам дадут, и вообще будет самолет. Ракета, ракета. Ракета. Космос, Вань. Ну, перед передачей я посмотрел, насколько изменились показатели за последние 52 недели. Показатели? Ну, фондовые индексы. И вот интересно, Dow Jones вырос на 17%, российский рынок, РТС, если в долларах считать, упал на 13%, то есть разница 30%. Великолепно. Поэтому, говорите о какой-то там, ну, корреляции, ну, конечно, можно, да, но тут я бы говорил больше о том, что очень сильно влияют локальные факторы. И вот, например, до конца сентября, по идее, мы должны услышать какое-то решение от правительства по поводу пенсионной реформы. Учитывая, что пенсионные деньги, это как раз это первую очередь и являются деньги, которые протекают на рынок. Ну, да, внутренний такой резерв, да, для опечного рынка. Да, да, да. И вот на фоне оттока капитала именно эти деньги очень важны для российского рынка. И пока сейчас негатив, в том числе, обусловлен на российском рынке, обусловлен именно тем, что этих денег вроде как никто новых-то и не ожидает увидеть. Потому что вот та позиция профильных министерств, которые они заняли, свидетельствует о том, что, ну, наверное, все-таки будут отменять, к сожалению, ту пенсионную реформу, которым она была. Хотя, на мой взгляд, стоило бы сделать ровно наоборот, то есть расширить список инструментов, которые могут инвестировать на копительную часть пенсии. Да, и таким образом создать спрос на российский фондовый рынок, который российские активы, потому что очень дешевы по сравнению с международными. То есть, если сейчас в среднем российский рынок стоит около пяти чистых прибылей, то американский рынок стоит 13 чистых прибылей. То есть, более чем в два раза. Почти в три, да. Да, почти в три раза дороже. А на этом фоне самое интересное, что испанский рынок стоит 23 чистых прибылей. То есть, у них очень все плохо, но при этом очень сильный спрос со стороны инвесторов на рискованные активы, что приводит к росту этого показателя. Все вот эти факторы, они говорят о том, что тут однозначно нельзя сказать, даже если будет какой-то позитив на макроуровне, будет ли российский рынок расти. Я бы тут не был столь категоричен, хотя, опять-таки, в любом случае, российские рынки очень интересны, российские активы очень дешевы. Практически все, за редким, наверное, исключением совсем испортившихся продуктов. Ну, это очевидно. И тогда, собственно, основная эта проблема какая? Где эти деньги? Вот что должно заставить эти деньги? О внутреннем факторе, да, мы поговорили, вот вариант как раз денег пенсионных. А чтобы иностранный инвестор радостно покупал дешевые активы на российском рынке, что должно произойти? Ну, сейчас надо послушать новости, а потом, собственно, мы об этом говорим. Уважаемые слушатели, еще раз добрый вечер. Собственно, заключительная часть нашей программы началась. В эфире Финам.ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Мы продолжаем разговор о том, что будет определять движение на финансовых площадках до конца месяца. И вот Ваня предложил интересную точку зрения, что, несмотря на то, что, ну, по большому счету, мы всегда считаем, что все финансовые площадки коррелируются, рынок отечественный в основном смотрит, да, на то, что делается за пределами наших границ. Но, тем не менее, вот видите, внутренний приток капитала может быть, да, поддержать отечественный рынок, именно внутренний приток капитала. В частности, один из таких вариантов – это пенсионные реформы, которые, ну, и дальше вы все слышали. Вопрос следующий. Что заставит иностранного, Коль, что заставит иностранного инвестора, что может послужить причиной для того, чтобы он покупал эти дешевые активы? Ну, на самом деле, у иностранного инвестора хороший опыт покупать российские активы. Это было показано в 2007 году, когда пришел очень огромный капитал из Европы, именно вошел в фондовый рынок. Ну, в основной, конечно, своей части в долговые обязательства, ну, и там немного осталось и долевым инструментом. Вот, и потом начался кризис, и, так сказать, из-за того, что деньги нужны у себя на родине, деньги пошли из России. То есть, вот этот отток капитала, который констатирует Минфин, такой был большой отток капитала последние года, это все-таки банки, европейские банки, которые понимали, что сейчас сложные времена на долговом рынке европейском, они повышали свою ликвидность. То есть, просто держались у себя деньги под подушкой, да, грубо говоря. А вдруг они понадобятся, а вдруг сейчас будет отток вкладов. Ну, и просто они сохраннее, да, когда они под подушкой лежат, чем они где-то там на каком-то непонятном фондовом, российском фондовом рынке. То, что сейчас случилось, то, что ЕЦБ, то есть, Марио Драги, так сказать, всех успокоил и сказал, что он именно будет, даст ликвидность всем, и у него, так сказать, неограниченный мандат, и, так сказать, вам не стоит беспокоиться за себя. Вот эти деньги, которые у них лежали, они сейчас уже снова обратно вернутся туда, где были, да, на рынок, и в том числе и к нам. Конечно, в первую очередь это в долговые инструменты, это в корпоративные облигации, и мы видим, так, корпоративные облигации, доходность по ним снижается, то есть, мы видим уже, как говорится, какое-то движение денег, и, так сказать, в конечном итоге они какой-то частью придут и на фондовый рынок. Нам-то много не надо, фондовый рынок у нас не такой высококапитализированный, поэтому не так много надо для того, чтобы он хорошо себя начал чувствовать. Ну, и учитывая, да, вот сегодняшнюю, так сказать, долю оптимизма, он себя начинает уже хорошо чувствовать. Вань, добавишь, откуда могут еще быть деньги из-за рубежа, откуда придут? Откуда или почему они могут прийти? Или так, почему, давай, почему, да, откуда я не спрашиваю. Ну, знаете, на самом деле, я тут думаю, что очень, любые инвестиции, они, конечно, рациональная штука, и инвесторы, конечно, считают до того момента, когда они там куда-то начинают деньги переводить. Но эмоции тоже нельзя исключать. Это абсолютно, ну, как-то очень тяжело инвестировать в ту страну, где там суды несправедливые, они непрозрачные, дороги, там, президент не может до каких-то населенных пунктов ехать и так далее. То есть, вот этот новостной фон, которым питаются в том числе иностранные инвесторы, а там история спусерает, она реально обошла все, все, что только можно обойти. Все мои иностранные знакомые, ну, все без исключения, так или иначе, в переписках. Это то, что мы называем имидж, да, страна. Имидж страны, абсолютно точно. То есть, и такие вещи, как саммит АТС влияют, да, позитивно влияют на имидж, да, мы там, Россия встала с колен и так далее. Но при этом вот происходят какие-то вещи, которые показывают слабость институтов общества, там, судебной системы, правовые институты и так далее. Вот, и пока не будет вот намека на структурные изменения вот в этой плоскости, сложно говорить о том, что у нас как-то премия за вот риск, она уменьшится. А сейчас она гигантская, может быть... Причем я с тобой соглашусь, даже не сами структурные изменения, которые же по факту, да, а хотя бы движение в эту сторону. Да, хотя бы декларирование этих вот, да, шагов. Ну, вот я соглашусь с Ваней, то, что реально премия за риск очень высокая у России. То есть, наши, кстати, проценты по, банковские проценты сейчас 6-7 процентов, при том, при том, что, кстати, в Европе, там, полтора-два процента. Понятно. Вот, как вам сказать, на долговом рынке там 0,1, это уже серьезная цифра. А здесь разница там в 3-4 раза почти что-то. И это говорит, что огромная премия за риск мы сейчас, и мы это несем, мы несем как потребители кредитов, мы несем как потребители кредитов ипотечных кредитов. Я скажу так, мы несем это как граждане России. Да, несем это как граждане России. Если бы разделяем эту премию за риск, если бы ее немножко бы уменьшить хотя бы в 2 раза, да, то нам бы всем было легче гораздо. Согласен, согласен. Ну да ладно, будем надеяться на то, что все-таки, да, здравый смысл восторжествует. Причем именно здравый смысл не с точки зрения того, что хотелось бы изменить некое отношение иностранца к России, да. Ну, в конце концов, у каждого свой взгляд на какие-то вещи. Ну, действительно, есть объективные моменты, объективные. Я с вами согласен. Так, ладно, значит, я вас попрошу тогда, давайте более детально посмотрим на отечественные площадки. Ну, или не только на отечественные площадки. Что делать в ближайшие две недели? Сегодня у нас, слава богу, 6 сентября, три недели. Я напомню, уважаемые слушатели, значит, помимо сегодняшнего заседания ЦБ, завтра у нас рынок труда с Университетом Америки. Далее, 12-го, Конституционный суд Германии выносит свой вердикт, да, по поводу фонда, нет, так он, ЕСМ, европейский, сейчас, механизм европейской стабильности, что-то так как-то переводится. Ну, не суть важна, да. Скажет, можно, не можно, да, да, нет. Потом заседание Федрезерва, середина, да, и конец сентября, это вывод тройки, да, финансовой тройки, когда кредитуют Грецию. Как они там, бедолаги, справляются. Сегодня, кстати, забавно тоже, в новостной лете, буквально вот сейчас, да, что премьер-министр говорит, готов пойти на то, чтобы урезать собственную зарплату. Он говорит, да, сокращайте мне зарплату, это я вот показываю, как надо ввести себя в условиях кризиса. И это я в интернете дочитал, и кто-то прокомментировал. Его совсем надо лишить зарплаты, не справляются абсолютно. Вот давайте прокомментируем, да, эти события и, собственно, что делать, Коль, что делать в преддверии этих событий. Ну, ты, на самом деле, бычишься в хорошем смысле, да, поэтому я, наверное, думаю, что ты сейчас будешь покупать все. Ну, да, в принципе, когда рынок начинает расти, в первую очередь начинают расти голубые фишки, самые высоколиквидные, потому что, ну, на них приходится максимальный спекулятивный спрос. А спекулянты, они стараются работать на опережение, так сказать, они более резкие, соответственно, они резко входят, резко выходят, соответственно, им нечего ждать. Они начинают работать на опережение. В первую очередь, если вы, так сказать, ну, приняли решение входить в фондовый рынок, верите в то, что оно по итогам месяца будет в хороших плюсах, то, конечно... Я уверен, что после того, как сегодня тебя послушали, вы понимаете, естественно, все уверены, что он будет в плюсах. Да, то есть надо это сам покупать, голубые фишки, это, так сказать, сейчас хорошо чувствуется нефтяной сектор, так сказать, Газпром немножко почему-то отстает. Ну, Газпром сейчас у него терки начинаются, пардон, да, с Европою там что-то. Да, банковский сектор такой, как Сбербанк, в ЭТБ тоже почему-то отстает, то есть, ну, вот такой, не смотреть на какие-то там вторые эшелоны. А потом, когда первый эшелон отрастет, когда голубые фишки вырастут, достаточно каких-то своих значений, там начнут запиливаться, тогда, конечно, их надо сбрасывать, входить в акции второго эшелона, второй эшелон пойдет в вторую очередь. Ну, да, ну, вот, как бы, такие рекомендации. Я понял, спасибо, Вань. Ну, в целом, я поддерживаю, но единственное, что горизонт три недели, он такой как-то очень спекулятивный, да, я бы смотрел все равно для себя какие-то цели стоял более долгосрочные, потому что на этих, на коротких горизонтах очень сложно какие-то ловить тренды. И, там, фундаментальные показатели сильно не меняются за это время. Но из перечисленных, я бы, да, действительно, голубые фишки, второй эшелон опасная игра. Из тех, что интересно, действительно дешево выглядит Газпром, но понятно, что у него проблемы и в Европе, и Дватек его поджимает. Вот, и, ну, непонятно, что там дальше будет с этой компанией, с ее финансовыми показателями, но, тем не менее, сейчас это выглядит очень дешево. А ВТБ, который стоит в полтора раза дешевле по соотношению, там, капитализации капитала, тоже выглядит и хорошая, хорошая инвестиция. Ну, это из-за того, что, ну, металлы обязательно, ну, все, что, все производители металлов выглядят хорошо, просто за счет того, что они в ИТО выступают. И они реально перепроданы все, очень сильно перепроданы. Вот, а с осторожностью можно входить в электроэнергетику. Опять-таки, тут надо выбирать, куда именно и какие именно, в какую именно историю инвестор играет. Потому что все скопом покупать, это довольно промечиво. Я понял. Ну, я, на самом деле, еще, еще в ответ на, да, на твою тираду, да, хотел бы ремарку такую, что не обязательно до конца месяца, да, средний срок, до конца года хотя бы. Вот это тоже достаточно интересно. Что мы можем делать до конца года? На что посмотреть, Коль? Ну, до конца года, в принципе, в самых осторожных прогнозах это плюс 22-25 процентов роста фондового рынка по отношению к... К текущим? Да, к открытию года. Нет, не к текущему, к открытию года, да. По оптимистичным прогнозам это плюс 50. И все вот, как бы, вот эти все прибыли почему-то приходится на последние, там, 3-4 месяца года. Ну, в принципе, мы видели такие года, когда именно так и развивалось событие. И почему, кстати, это для нас не является каким-то таким сверхоптимистичным сценарием, ну, невероятным, я бы так сказал, а очень даже вероятно. И было бы у нас в истории российского рынка именно такие движения тоже встречались. Ну, вот поэтому сейчас есть отложенный, так сказать, недо... Отложенный спрос, отложенный интерес, все. Да, и отложенный спрос, и отложенный интерес, и вот недополученный... Недокупленность. Да, недокупленность. Вот сейчас есть недокупленность где-то в два раза. В два раза. То есть мы думаем, что, скорее всего, на 31 декабря 2013 года мы будем ровно в два раза выше, чем нежели мы сейчас. Сейчас. Да. Вань. Ну, я тоже, да, мы вот Николая слушаем, да, и у меня прям такой, я вот вздыхаю, я при дыхании у меня прям, 25% это пессимистически, 50% оптимистически, боже мой. Я бы смотрел... Хочется жить, я тебе хочу сказать. Да, я бы смотрел на Китай особенно внимательно, потому что это вся такая глобальная история роста, вот, если он начнется все-таки, вот этот китайский тигр начнет чувствовать себя плохо, то даже если... Он начинает уже болеть-то. Он начинает болеть, если он вдруг подхватит простуду, то я думаю, что российскому рынку сильно не поздоровится, потому что мы и фундаментально завязаны на них, у нас это большие торговые обороты, и они, в принципе, глобальный большой потребитель нефти, металлов и других товаров, вот, которые мы там активно продаем по миру. Вот, и поэтому я бы не был столько категоричен, но в долгосрочной перспективе, там, годы, конечно, российский рынок выглядит очень интересно. Не, ну, я тебя прошу, Вань, это не ответ. Годы, что такое годы? И понятно, что фондовый рынок, в принципе, он рынок роста. Годы он рано или поздно вырастет, когда-нибудь. Да. Если мы доживем, наверное. Точно, если доживем. Давай все-таки до конца года, ну, или там... До конца года процентов 15 мы должны прибавить, и действительно, четвертый квартал всегда исторически был хорошим кварталом для рынка. Это связано с тем, что, в первую очередь, бюджет раскрывается и начинает... Вань, извини, пожалуйста, сегодня много мы очень поговорили, у меня есть некая информация для слушателей. И, уважаемые слушатели, российскую политику бросает из одной крайности в другую, от юмора до закрытия гаек. В особенностях нового политического сезона, сразу после выпуска новостей, в программе «Реальное время», говорят Юрий Пранько, известный российский политолог Глеб Павловский. Не пропустите. А я прощаюсь с вами. Всего хорошего, успехов на рынке. Всего доброго. Продолжение следует...